И опять про отель. Вопрос от подписчицы. Понравилось ли мне пребывание в отеле Лора Эшли? В общем и целом, да, понравилось. Как я уже говорила, отель стоит на небольшом холме и смотрит прямо на озеро. Поэтому, если вы возьмете номер с видом на озеро, то у вас будет потрясающий вид. Вот. Мне очень понравился центральный вход, оформление центрального входа и зоны рецепции. Вот видите, все сделано из стекла. Очень красиво и воздушно. Такое впечатление, что вы находитесь просто на свежем воздухе. Напротив входной двери имеется еще одна дверь, вот вы ее видите, которая выходит прямо в сад на летнюю терраску. На летнюю терраску с кафе. И как мне объяснила девочка-администратор, эта зона была построена совсем недавно, что существенно отличается от самого отеля, потому что само здание отеля было построено в 19 веке. Мне очень понравились уютные гостиные с огромными окнами в пол и ресторан с такими же окнами. Кстати, когда муж бронировал номер на сайте отеля, там было спецпредложение, включающее себя ночь, затем ужин из трех блюд вот в этом самом кафе и завтрак на следующий день. Но, честно говоря, меню в этом кафе нам не понравилось, поэтому мы заказали столик в ресторане и доплатили при этом 38 фунтов. Городок называется Боу-Нес, а озеро – Виндемея, поэтому его так и называют – Боу-Нес-он-Виндемея. Приехав, мы отметились в отеле и пошли гулять по городу, потому что отель находится в шаговой доступности от центра города. Городок небольшой, туристический, очень много народу, всех мастей, всех национальностей. Ну и, конечно, везде, везде и всюду маленькие кафешки, ресторанчики, забегаловки, очень уютно оформленные с какими-то такими невозможно миниатюрными столиками, стульчиками, везде цветы. Узкие улочки, уходящие вверх и потом также круто спускающиеся вниз. В общем, все прелести прибрежного маленького городка. И здесь же, в этом городке, находится такая достопримечательность, как музей, аттракцион «Волшебный мир Беатрис Поттер». Беатрис Поттер – известная английская детская писательница и ее повесть о кролике Питере. Поэтому, если вы едете с детьми, то это еще один вариант, куда можно их сводить и где им будет интересно, да и взрослым тоже. Как закончился наш первый день пребывания в отеле Лора Эшли, вы уже знаете из прошлого видео. А вот на следующий день, после того, как мы выписались из отеля, кстати, машину нам разрешили оставить на парковке, мы спустились вниз к озеру и купили билеты на один из предлагаемых многочисленных круизов по озеру. Эти круизы есть и дневные, и вечерние, и программа у них тоже разная. Прелесть этого круиза заключается не только в том, что вы едете туда и обратно, и по дороге, по своему пути, любуетесь всеми красотами, озером, лодками, яхтами и так далее. Нет. Прелесть заключается для меня, во всяком случае, в том, что, прибыв в пункт назначения, у нас был Эмплсайд, маленькая деревушка под названием Эмплсайд. Вы можете сойти на берег, пройтись по этой деревушке, посмотреть все, что вам там понравится, пообедать, попить чай, кофе, посетить различные достопримечательности. И потом, когда вы уже насытитесь, вы можете пойти обратно и сесть на любую другой паром, который доставит вас назад. Что, в принципе, все туристы и делают. Билет на наш круиз стоил 11 фунтов с человека в оба конца. 35 минут, и вот вы уже в маленьком живописном местечке под названием Эмплсайд. И вы знаете, мне очень понравилась дорога, которая ведет от пирса до центра, ну, маленького городка, скажем так. Для любителей пеших прогулок самое оно. Где-то, наверное, около километра дорога идет чуть-чуть вверх, и по обеим сторонам ее маленькие коттеджики, домики, частные и отели, и гостевые домики. Очень красиво. И даже смена погоды. Вот вы видите, вчера было так солнечно и тепло, а сегодня уже прохладно, тучки, и накрапывал даже мелкий дождик. И даже все это не испортило нашего впечатления от колорита и самобытности здешних мест. И мы, так же, как и все остальные, сошли на берег, дошли до центра маленького городка, укрылись от дождя в небольшом уютном кафе, отведали местные вкусняшки, и счастливые и довольные вернулись назад. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok